Субтитры делал DimaTorzok Привет, привет, я не могу взять себя в руки, друзья, я сижу, пишу, мне нужно написать техническое задание, да, по вот этому, а я не знаю сего начать, Шерри это моя собака вторая, но у меня расписаны пункты, но я как-то, блядь, очень скудно все пишу, и все мои идеи, все это у меня в голове, просто мне нужно расписать здесь, допустим, строительные материалы, какие нужны, там, вплоть до размера плиточки, цвет плитки, там вообще вот эти все, блядь, подробности, нюансы, я такая, блядь, хз вообще, хз, я не могу, у меня СДВГ, как человек с СДВГ-шкой может спокойно сидеть что-то писать, я не знаю, это сложно, я еле сижу на лекциях, да, Шерри, может быть, хватит, фак ю, спасибо тебе, Герман, спасибо большое, спасибо, 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 А че, ничего не слышно? А че, ничего не слышно? Меня слышно? Ку-ку Да при чем тут интернет? Я не хочу интернетом пользоваться, я же учиться, для чего я пошла, чтобы развивать свою фантазию? Тут у меня рамус, драка, 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 я учиться пошла, чтобы самой что-то писать, а вот это вот без, зачем мне искусственный интеллект, вот это все, все есть у меня в голове, только, это, только, блядь, вот это расписывать я не могу, я не могу, я не могу. Здравствуйте, доктор Масис, мой зуб, кстати, прекрасно себя чувствует, как будто бы ничего и не произошло. Просто вообще сам факт, блядь, домашнее задание, ну, я такая думаю, блядь, тетя 30 лет, делай домашнее задание. Чего? А, фу, блядь. Собаки сводят меня с ума. Вот кока-колой порчу зубы, кстати. Завтра я поеду еще на учебу, чтобы вы понимали, на метро, потому что парковаться в центре как бы вообще не вариант, там что-то, что-то какие-то цены вообще адовые. Может быть, кстати, я видела, что продаются парковочные места, можно покупать, по-моему, либо на год, либо что-то там даже до конца жизни, что-то, короче, бессрочное. Здесь красители, темный краситель, я не знаю, как он называется, конечно же, он окрашивает этот зубы, так же, как и кофе. Любой вот врач-стоматолог может рассказать, если он не вышел. Зачем мне проездной? Мне просто, я, короче, я стала каким-то социофобом. Я стала социофобкой, и я могу ездить на метро только с кем-то. Это либо я с ребенком, либо я там с подругой, либо там еще с кем-то. Больше я не могу ездить на метро одна, особенно в час пик, это в особенности утро, когда очень много людей, большой поток, и я начинаю... Мне хочется просто надеть капюшон, вот не просто на голову, а вот так всю себя обмотать этим капюшоном, чтобы на меня никто не смотрел. Типа одеться даже максимально там в серую мышь, чтобы на меня никто не смотрел. Для меня как-то проблематично ездить на метро, я не знаю, почему. Так, получается, сложилось. Какая черноголовка, блядь, о чем вы, господи? Да, кола без сахара, но разницы нет, с сахаром она или без сахара. Она все равно с красителем. Добавить тебя... Добавить тебя в прямой эфир? Мы с тобой, кстати, ни разу и не общались так-то. Я стесняюсь. Нужен Maybach. Maybach слишком толстая, широкая машина. Мне, например, вот мне, мне, вот чтобы я вообще была счастливым человеком, мне нужен Х6 или Порш, да? Как бы губа не дура. Какое, блядь, метро? Да, я ем мясо. Я ем мясо. Пей пиво. Ешь мясо. Ладно, я посижу немножко здесь и начну писать. Мне нужно прям уединиться. Привет, привет, всем привет. Пишите на задание, у меня домашнее задание. Докатилась, блядь. Пошла на свою голову учиться. У меня страшный почерк на самом деле. Очень страшный сейчас. Мне нужно, наверное, было бы стать этим врачом. Ну вот, допустим. Вот такой вот у меня полчерк. Еще он, онлик. Онлик я уже давно-давно не веду и не собираюсь его везти. Это уже, знаете, прошлый век. Уже кому этот... Блядь, нормально. Там собаки сами что-то... С пылесосами делают. Шерри решила поиграться. Да, потом расскажу, на кого пошла учиться. Кто знает, то знает. Молодцы. Кто не знает, то не знает. Онлифанс-то уже все, понимаете. Это уже прошлый век. Никому там на онлифансе никто никому не всрался. Денег там уже не заработать. Топ Кулебяка. Блядь, Настя, как ты могла придумать себе такой ник? Нейм. Просто топ Кулебяка. Настя, кстати, забыла тебе рассказать. Кое-что расскажу в Телеграме. Чем я сейчас занимаюсь? Чем? Не знаю. Хуйнюю какую-то занимаюсь. Ребенком занимаюсь. С Пашей отношения у нас только рыночные. Не более. Ты мне потом по секрету расскажешь? Ладно. Окей. Настя, я через неделю буду кодироваться. На полгода. Это просто мне ради интереса. Хочется. Я не шучу. Привет, Севастополь. Скучаю по Севастополю. Хочется в Севастополь. Нет, не аскеза. Мне прям торпеду будут сшивать. Ну, хочу вот так вот. Я не хочу вот это вот по выходным винишко-хуишко. Не знаю. Я не могу отказать себе в этом винишке, блядь. Поэтому будет у меня стоп. Хочу сейчас позаниматься плотно спортом и учебой. И остаться без винишка. И пиласика моего любимого. Я не знаю, про какой пост гугл. Я вообще в гугле не сижу. Я туда вообще редко захожу. Только когда надо что узнать, все. Я больше ничего не знаю. Что я там кому говорила, блядь. Это было хоу вот очень лет назад. Я давно никому ничего не говорила. Вот. Я только здесь могу что говорить и все. И то. О, половина вообще моих слов здесь. Просто один пиздеж. Привет. Всем привет. 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 Без пиласика. Я не знаю, как-то. Как-то так. Без пиласика. Не знаю, как-то мою душу пока не тянет в Крым ехать. Даже лететь нельзя. Я считаю, что это небезопасно. И я не хочу в Крым. Пока что. Когда-нибудь я там опять снова побываю. Я в Крыму провела все свое детство. В лагерях в Евпатории постоянно. Кто, блядь, дизайном занимается? Ёбаный насос. Напишите мне, пожалуйста. Дизайном интерьеров. Кто занимается? Ребят, помогите мне, пожалуйста. Просто мне нужна вот эта вот, как-то сказать. Блядь, ну что ты там шуршишь, Шерри? Мне нужно вникнуть немножечко в эту тему. Потому что я как-то, когда объясняют мне, блядь, я почему-то понимаю как-то все по-другому. Как-то скажу оно мне, блядь, Свете. Я не знаю, почему у меня мозг так устроен. Как-то странно. Типа все понимают так, как, ну, должно быть. А я понимаю вообще как-то, блядь, по-другому. Шерри! Шерри, прекрати, пожалуйста. Связь не лови с Ламодой. Блядь, Ламодок, да. Куртка с Ламодой, не помню название магазина. И сейчас не пойду я смотреть это долго. Короче. Напишите мне. Дизайнеры. Шерри. Шерри, ну сколько можно? Ну ты так дыру к соседям, блядь, сделаешь. Здесь же тонкие стены в этом ебаном пике. Ну что, что-то еще будете спрашивать? О чем еще поговорим? Могу прямо сейчас начать. Короче, у меня есть техзадание. Значит, мне нужно написать первое. Римское. Первое римское. Да, у меня фильтр здесь лейтовый. Но если я уберу, ну, контраст будет явный. В следующий раз зайду без фильтра. Короче, первое. Мне нужно написать состав семьи и профессиональную деятельность людей, для которых я буду создавать дизайн. Я взяла пример. Например, это моя тренерша. Моя тренерша из спортзала, которая занимается спортом. Ей 30 лет. У нее есть парень, он футболист. Вот, блядь, что я еще могу про них рассказать? Что им по 30 лет, они спортсмены. Все. Окей, я это написала. Следующее у нас. Второе римское. Архитектурно-планировочные решения и доп. зоны, кроме школьного техзадания. Нет, кроме школьного, блядь, зоны. Кроме школьной зоны. Это я должна расписать. У нас будет квартира-студия, и мы делаем ремонт якобы в квартире-студии, да. Я должна расписать, какие там будут планировочные решения. Допустим, какие зоны будут выделены в этой студии. То есть, это... У меня собаки сходят реально с ума. Это... Допустим... Шерри. Она ума что-то разгромила. В общем, это что? Эта зона у нас будет, значит, прихожая, правильно? Зону, когда, блядь, мы заходим в квартиру. Я буду с вами писать задания. Зона у нас прихожая, зона обеденная с залом, и отдельная зона спальни. Вот, блядь. Поэтому напишите мне, дизайнера, кто-нибудь, я бы с вами поболтала в директе, или мы перешли бы в телеграм. Потому что мне нужна помощь. Мне нужна помощь в виде этих строительных материалов, потому что я вообще в душе не ебу. Что? Какие, блядь, размеры этих плиток бывают? Просто вот это копаться в этой хуйне, ну это пизда. Просто какой-то ужас. Хочу просто на массаж, а не вот это вот все. Просто избавьте меня от этого всего. Шерри, хватит. Короче, да, вы уловили суть сегодняшнего прямого эфира. Представляете, я вот закончу дизайн интерьера и буду вещать прямые эфиры. Такая, типа, да нет, я хочу в этом копаться, я просто здесь сижу, выебываюсь. Потому что есть какие-то, ну, трудности. Но для меня это не пиздец, какие трудности. Я, естественно, сейчас закрою этот эфир, мне придется написать это все. И напишу с удовольствием. Про пиво лучше бы спросила. Про пиво у меня больше, кстати, ничего не будет. Про пиво, про водку и про вино. Шитьем я уже давно не занимаюсь. Потому что это очень муторно и нужна усидчивость. И это, это не, этот труд очень хуево оплачивается. И я поняла то, что я не готова за копейки так трудиться. Ну, правда, проще поехать заказать из Китая это белье. Продать его еще дороже и поиметь еще больше денег, чем самой, блядь, ебать себе мозги с этим бельем еще самой отшивать. Одно дело, свой бренд одежды, когда у тебя есть человек портной, который шьет, это уже проще. А когда ты сам шьешь, эта работа, этот труд, он очень плохо оплачивается. Поэтому нет, я не готова была. Поэтому машинки мои стоят. Если что, кстати... Нет, может, я их оставлю, если что-то там дома захочется, там прикольно придумать, пошить, перешить. Можно сделать. С парфюмерией. Ну, я сделала парфюм, продала и все. Потом нашла... Потом я нашла... Так, сори. Потом я нашла новую тетю, которая парфюмерией может помочь заниматься. Но мне нужно было вложить туда естественные деньги, потому что это просто так не делается, да? Это нужно вложить кэш. И я не знаю, смогу ли я купить то, что я сделаю. И опять-таки это все связано с Пашей, потому что Пашина партия продалась, скажем так, очень быстро и на ура. А опять, блядь, продавать вот это вот, пихать Пашина, я не хочу, чтобы опять вот это выслушивать. Блядь, ничего сама не сделала. Все только Пашина продает. Ну, как бы я этим просто занимаюсь, да? Я просто использую Пашин бренд, Пашное имя. Но всем этим занимаюсь я сама. Вот этой бюрократией, блядь, подборами, вот этих парах запахов, блядь, баночек, бутылочек, обсуждениями, блядь, выжиданиями, всей этой хуйней. Короче, я не стала опять в это влезать. Но у меня контакт остался. Если у меня будут лишние деньги, возможно, я когда-нибудь сделаю. Свой логотип сделать, да, блядь, кому я нахуй нужна? Кому нужна парфюмерия от меня? Ну, честно, я не знаю. Чтобы раскрутить свой бренд, это нужно очень прям, очень до хуя денег вкладывать, чтобы ты был нужен кому-то. То есть это правда сложно. Паша, как бренд, как лицо, в принципе, раскрутил себя очень нехуево. Очень все хорошо продается, особенно этот шмотки, там мерч, вот это вот, всякие подушки, хуюшки. А ты уже спать собрался? Смотри, тебе надо массаж. Ну, давай, посмотри, я приду к тебе и сделаю массаж, и пойду делать свои дела. Окей, ушки? Ну, сейчас я приду. Иди, зай. А то я приду, я у тебя заберу планшет. Нет. Нет, такого не будет. Самое, блядь, пизданутое, что мне приходится, блядь, быть и мамой, и папой, и проявлять мега строгость, и быть милой и ласковой, как... Да мне срать на Айзу, я не хочу, блядь, быть как Айзу, нахуй на меня, я не хочу, блядь, вообще вот этого всего, что меня вот с этим сравнивали, смешивали, мне это не надо. У меня есть я, я есть сама у себя, и мне не важно, буду ли я какой-то популярной, известной, там, брендом, не брендом, каким-то, там, не знаю, я вакарицкая, нет, мне вот нахуй это не надо, я просто есть я, Карина, и большего мне не надо. Сейчас пойду Ваньку укладывать. Биполярщить. Шерри, прекрати! Такая говнюшка. Освещение какое-то у... Что-то у меня ребёнок как-то рано решил ложиться спать, полдесятого. Шерри, пожалуйста! Шерри, фу! Шерри! Шерри это наша новая собачка. Ну ладно, друзья, я тут вам и нажаловалась, и всякого вам наговорила. Да, ребёнок устал, мы с него не с ним весь день гуляли. Как обычно, я ему устроила какой-то супер-мега-крутой денёк. Он устал. Он ходит в сад. Шерри, фу! А, школу нет. Школу нет. Ну, обычно он укладывается в одиннадцать. Сейчас что-то я смотрю рановато. Ну и хорошо. Сделаю свои делишки, посмотрю сериал. Кстати, я начала смотреть сериал «Презумпция невинности». Классный сериал, он двадцать четвёртого года, мне офф. Там первый сезон. Пока, Толик. Всё, ладно, всем по касике. Спокойной ночи, добрых снов.